приветствую вас друзья я владимир козловских это канал золото валюта богатство я возвращаюсь в эфир после долгодового перерыва перерыв был связан с усилением цензуры изменения политики ютюба по монетизации каналов из россии это повлияло на нашу работу но сейчас принято решение вернуться в эфир первое время канал будет выходить как и прежде но в ближайшем будущем мы начнем смещать приоритетное размещение на другие альтернативные площадки приход будет постепенным но пока все будет как прежде по мере изменения буду вас держать в курсе еще итальянский мыслитель и политик никола макеавелли утверждал что всеми действиями в политике движут те или иные интересы интересы могут быть краткосрочные среднесрочные или стратегические их расставление по приоритетам подобно тому как это делается в дереве целей в проектах звучит конечно страшновато но мы с этим сталкиваемся в своей жизни ежедневно только так не называем например вы собираетесь магазин с продуктами после того как вы решили сходить главная цель проекта похода в магазин поставлен это пополнить запас продуктов потом начинается детализация этой цели то есть разбивка цели на задачи вы выясняете чего не хватает и что нужно закупить после этого поход распадается на несколько магазинов ну в зависимости от того чего не хватает овощей хлебов там всяких там очных мясных может молочных ну если гипермаркета нету то есть это подпроекты и далее в каждом и далее в каждом магазине вы уже ходить по разным отделам то есть это еще одно деление в теории управления это называется декомпозиция задачи примерно также и управление в общество то есть политики деление задач на политические и экономические достаточно условно потому что политические задачи это как правило создание комплексных долгосрочных условий для реализации очень крупных экономических интересов чуть сложнее и дольше чем поход с продуктами магазин но смысл примерно такой же поскольку военные действия проявления политики не является исключением и конфликт на украине он элемент разрешения более глобального конфликта по поводу сценариев развития развития мира на ближайшие несколько сотен лет в этом споре решил решается то чей проект будущего будет реализовываться конечно же это вопрос о власти это в первую очередь чей проект реализуется тот и будет когда речь заходит об изменении сценариев развития страны то есть не удается договориться это как правило гражданская война это то чего нам почти удалось и практически удалось убежать начале 90-х ну сейчас реализуется это гражданская война отложенная в некоторой форме если речь речь идет обо всем мире и о сценарии развития всего мира или его существенной части то если не удается договориться мирно то это либо локальные либо мировые войны фундаментальная причина необходимости изменения сценария развития мировой экономики хорошо просматривающийся в горизонте десяти двадцати лет при развитии в старой парадигме по старым правилам недостаток прежде всего энергетических ресурсов либеральный глобалистический западный проект если обросить всю мишуру инклюзивности и экологизма реализует не рабо логическую колониальную модель с автоматизации через цифровизацию надзора за рабочие силы и за ее потребление дефицит ресурсов они собираются компенсировать снижением потребления большей части населения и последующим радикальным сокращением его численности я подчеркиваю это не предложение запада для обсуждения остального мира это то что он просто реализует прямо сейчас активная фаза третьего этапа этого плана началась с известного медицинского события начале двадцатого года а энергетический кризис в европе и пока меньшей степени в сша это просто одно из проявлений реализации этого плана в отношении собственного населения запада план подразумевает взятие под контроль собственниками глобальных корпораций всех ресурсов планеты и в первую очередь энергетических потому что энергетические ресурсы это главный дефицит и наиболее эффективный и надежный способ получения контроля над всем остальным это очень просто при получении монополии вы просто объявляете что завтрашнего дня электричество и топливо стоит в три раза дороже или четыре а послезавтра начинаете за копейки поглощать во всех отраслях банкротов что сейчас и начинается европе первая попытка захвата контроля над энергетическими ресурсами планеты было приватизация нефтегазовой отрасли в россии 90-х и военная экспансия сначала в афганистан а потом в рак начале 2000-х башни в нью-йорке упали именно для этого дальнейший механизм должен был быть очень простым он был обкатан рокфеллером еще второй половине 19 века при монополизации нефтянки сша через контролируемую добычу вы начинаете максимально много продавать нефти и газа валите их цену вниз и начинаете скупать банкротящихся нефтегазовой компании но контроль запада над добычей в россии был подорван а самому плану поглощения оказано сопротивление банкротством юкуса 2004 ослабление контроля над добычей углеводородов в россии авария на платформе бипе мексиканском залею 2010 и авария на атомной станции фокусиме в одиннадцатом не позволили после атаки на нефть еще 8 организовать долгосрочное давление на цену нефти с целью поглощения нефтянки ближнего востока как повлияла атомная авария фокусимы на это она закрыла часть атомных энергетических мощностей планеты и увеличила спрос на углеводороды и просто поддержала увеличение стабильного спроса на них несмотря на это ближневосточная экспансия и контроля вы не станут продолжались вместе с инфраструктурой финансовой инвестиционной экспансии двухтысячных это жрала колоссальные ресурсы сша это эквивалентно удержанию огромной дорогостоящей позиции в понижении нефти такую позицию понижение можно закрыть либо поглощение большей части нефтедобыча мира и получение монополии которая впоследствии позволит вернуть все издержки либо прекращением попыток организации поглощение для получения для получения монополии но это признание и списание убытков а это уже тогда были триллионы долларов что только стоили войны в раке и афганистане следующий заход для атаки был сделан через сланцевую нефть и газ сланцевая атака началась в тринадцатом четырнадцатом годах сланцевая добыча из-за высокой себестоимости изначально низко конкурентно и малопригодна для длительной ценовой борьбы поэтому для снижения сопротивляемости недружным поглощением ближний восток был дополнительно дестабилизировал через сирию ливию и разные арабские весны дестабилизация предполагала что длительной ценовой атаки на которую у сланцевой добычи нет ресурса не потребуется и прибрать добычу ближнего востока получится быстро в результате его хаотизация но стабилизатором ситуации в регионе выступили россия и иран вошедшие в сирию и некотором смысле турция спровоцированные на конфликт сирийскими и иракскими и иракскими кодами россия предпочла не эскалировать конфликт на украине 2014 а направить свои не очень богатые ресурсы на поддержку сирии стабилизацию ближнего востока и постепенно он это оценил на мой взгляд это была абсолютно правильной стратегии еще и сейчас много чего не хватает и противостояния с западом ну тут нам спадал дал спокойно готовиться к этому а тогда ситуация была вообще без на почти безнадежно чувствовал только продовольственная зависимость ее решали более спокойно чем час обстановки но это проблем было достаточно и тем не менее обратите внимание к чему это провело спустя 45 лет россия крупнейший экспортер продовольствия причем одного из самых качественных примерно это же произойдет и сейчас в горизонте 4 6 лет россия займет лидирующие позиции во всех логичных отраслях начиная от авто и самолету строение заканчивая инженерии и космоса кто-то склонный к либеральному мазохизму скажет ну нет это невозможно другое ребята когда в россии сформулировано тех задания решение задачи и самое главное выделены ресурса а это то что последние несколько десятилетий постепенно изменяется кто тогда нас не остановить я знаю чем говорю несколько лет я проработал в национном контуре страны в одном из крупнейших университетов россии есть конечно проблема после разгрома могучего советского научно-технологического контура начавшегося в 60 70 но нижнюю точку в его развитии мы уже проходим а если нашему человеку еще и сказать что он что-то не сможет для наблюдения преследователей вам потребуется бинокль особенно крутой прорыв в космосе будет в космосе космические космических телекоммуникациях и космических системах вооружения россия ближайшие несколько лет выводит в космос мегаваттные ядерные источники энергии это и начинает опережать ближайших конкурентов по энерго вооруженности десятки и сотни раз и ближайшие преследователи оставить в этих технологиях на десятки лет а судя по темпу почти навсегда нельзя идти не в размину ударами не в клинче в поединке со здоровенным и агрессивным бугоем кем является наш настоящий противник а это запад использующих использующий против нас в качестве одного из прикупленных военных народе украины с огромным бугоем надо танцевать в коротких атаках используя преимущество в интеллекте техники и скорости пусть он остановится от собственного веса возврат россии на ближний восток через стабилизацию сирии сыграл очень важную роль возобновление конструктивного диалога с исламским миром что насос нашло свое отражение в организации опек плюс и очередной стабилизации нефтяного рынка 2015 агрессивная атака на нефть была приостановлена а поскольку у сланца очень низкий запас прочности она вообще могла сойти на нет но для достижения целей атаки параллельно со сланцем начала готовиться зеленая тема несмотря на ее как и у сланца очень низкую конкурентоспособность средства в нее были вложены громадные это в дополнение к тем триллионам что были вложены ранее в каком-то смысле это похоже или на жест отчаяния или на последнюю ставку вся зеленая энергетика на сегодняшний день имеет отрицательную энергоэффективность это значит что на производство зеленой установки необходимо потратить больше энергии чем на ней будет получено а это означает что зеленая энергетика принципиально не может быть рентабельна если рассматривать полный цикл ее производства а не покупать компоненты для нее у китая за напечатанные бумажки поэтому она может рассматриваться только как некий достаточно сомнительный пиар аргумент при этом сколько-нибудь стабильно и долгосрочно зеленая энергетика конкурировать с традиционной и особенно сатами принципиально не может именно поэтому при организации следующей ценовой атаки 2020 года на традиционные энергоносители атака была уже не со стороны ценового предложения нефти и газа а со стороны искусственного ограничения спроса основой третьей атаки на традиционные энергоресурсы в игре на понижение начале 20 стали известные медицинские события и экологическая истерика подготовку этой атаки очень хорошо видно если смотреть на экономические показатели отображенные в золоте например на индекс джонсу позже мы его посмотрим атака на нефть начала 2020 года середина двухтысячных было третьей волной атака с точки зрения технического анализа и других методов исследования динамики с очень высокой вероятностью это последняя серьезная атака на энергоносители сил и потенциалы для давления вниз уже практически нет подробно мы это разберем когда будем смотреть нет газ и индекса любая игра в понижение должна закрываться покупкой того что гонится вниз либо очень дешево либо за долги либо вообще за удар палкой по голове к последним обычно прибегают когда клиент упрямствует так например было с хусейной макаддафи но среди сойлой и сирии не прокатило в обоих случаях камни при камнем преткновения стали россия иран китай и индия дело в том что в атаке организованы начале двадцатого года реальных экономических инструментов практически не было только пиар психоз и временное ограничение потребления средстве известных медицинских экологических коллизий под это даже специальную теорию выдумали и швабом озвучили глобальный экоинклюзивный капитализм смысл его простой ты пасешь чужих коров ешь вместе с ними травку и ручков это потолок твоего положения а за всеми вами присматривает коптер и учитывать нарушение инструкции злостные нарушители исключаются из дальнейшего осложения переводом лгбт блога бомжевания уже только на травку без жучков вся экономическая ущербность зелено-сланцевых инструментов атаки в понижение на энергоносители начала проявляться уже в конце двадцатого начале двадцать первого года в двадцать первом после первой проверки силен энергетики на состоятельность и получения отрицательного результата появились первые признаки ускорения инфляции в энергетике мы тоже посмотрим детально любой человек с более-менее прилично инженерным образованием понимает что зеленая энергетика не жизнеспособна и может существовать только как дополнительный элемент в энергосистеме я полагаю что идиотов на западе не больше чем бы по обыкновению как пиво высотки на каждого умного по дураку и закрытие глобальных позиций на понижение в нефти и газе через захват на ближнем востоке в россии предполагалось сначала в четырнадцатых пятнадцатых годах ну владимир владимирович не согласился и 2012 после начала атаки на серию вернулся в большую большую политику далее было расчетное изменение ситуации в 2018 но опять не приключилась тем не менее игра провел продолжалась несмотря на катастрофический недостаток ресурсов и и продолжение и тем не менее в начале 2020 с известным детского события события все-таки они начали атаку на энерго носителя помимо того что нельзя сразу идти в эскалацию если твой противник здоровенный и агрессивный бугай также нельзя принимать удары даже на защиту нужно работать с дистанцией уходить с линии атаки и гасить потенциал противника вязкой ватой обороны именно это и было сделано медицинская атака утонула в относительно колесо срывных действиях медицинской системы россии и в адекватном разрешении противоречий в рамках опек плюс уже во второй половине 20-го стало очевидно что цель атаки не достигается и поглощение нефтегаза в ощутимых объемах как середине 90-х не светит и закрыть позицию в понижении через масштабное поглощение нефтегаза экономические методы не получается экономические ресурсы вложены в игру огромные но ресурсов продолжать игру и поддерживать позицию нет грета попал пропала именно поэтому она элементы под поддержание позиции продолжение игры а коммерческих ресурсов на это уже нет поэтому раз не получается закрыть позицию в понижении углеводородов финансово-экономическими способами следующий способ закрыть ее за удар палкой по голове как было в ираке и ливии замысел наверное выглядел примерно так запаливание центральной азии экспансия киевского режима на донбасс с одновременным продвижением военной инфраструктуры нато и военным освоением украины параллельно расчленение армении для организации прямого сухопутного коридора нато через турцию в азербайджан и далее в центральную азию чтобы центральная азия получше загорелась и получше поджарила пояс и путь и поставки углеводородов китай нужен аналог запрещенного в россии игилла его можно сделать из остатков афганской армии ну как их в центральную азию переместить надо сдать талибану сами смоются для этого надо быстро сварить свалить из афганистана и всех соратников кинуть это и было штатами сделано но уже как обычно верховный по заведенной традиции карты противнику опять спутал совместно с китаем и разумной частью казахской элиты он резко уменьшил вероятность превращения центральной азии в тупку для двигателя погло поглощение нефтянки и сжигание пояса и пути вместе с ираном заблокировал столярные приготовления по обстрюгиванию армении и не дожидаясь удара по донбассу провел по западному бугаю первую превентивную атаку слегка травмировав его и повредив одно из его орудий нападения украину подчеркиваю конфликт у нас не с украины и не с заготовленные санкции должны были вводиться в течение года полутора-двух с параллельной атакой киева на донбасс наращиванием давления на крым и созданием соответствующей обстановке буря с выбором 2024 года китаю планировалось к двадцатому съезду блюда из зажаренного в центральной азии пояса и пути густо приправленного остро покорченым танвая то это тайвань за соусом сгоняли бабку но без основного блюда в центральной азии не прокатило оси всех глобалистских официантов из местных на съезде уволил вероятность реализации первоначального плана закрытия позиции на понижение в энергетике и переформатирование китая теперь под большим сомнением это угрожает реализации всего более глобального плана транснационалов борьбы за мировую гегемонию и ставит под угрозу все вложенные в него за последние несколько десятилетий ресурсы а это не менее нескольких десятков триллионов долларов это класс эти колоссальные потери могут поставить на грань краха не только проект мировой гегемонии транснационалов но и весь западный проект если позицию не получится не получается закрыть по первоначальной схеме то по старинной англосаксонской традиции и ее нужно попытаться закрыть за счет партнеров похоже что взрывами серных потоков начал реализовываться именно эта схема то есть закрывать убытки за счет перекачки европейского промышленного и финансового капитала пока не ясно понимает европа или нет учитывая связанность экономик достанется конечно и британии и японии и южной кореи перекачать финансовый капитал с помощью раскручивания инфляции в европе учиться у штатов может германии промышленная инфляция уже 40 45 процентов она сместится в потребительский сектор через несколько месяцев ориентир прогноза развития этой ситуации турция там промышленная инфляция около 110 а потребительская по 80 процентов развернуть вниз евро к доллару в таких условиях после начавшейся в октябре двадцать второго года коррекции голову труда не составит и финансовый капитал из евро потечет в доллар конечно если было в золото аналогичная ситуация будет британии японии и южной кореи а вот промышленным капиталом очень большой вопрос что такое перенос производства из одной стороны другую с одной стороны это создание конкурента эта схема была проверена еще нападение ссср все что хотя бы теоретически могло составить хоть какую-то конкуренцию мгновенно в ссср было уничтожено что-то мне подсказывает что airbus никуда не перенесется особенно в условиях сокращения мирового спроса на пассажирские самолеты в штатах свой боек имеется с автопромом с автопромом и прочей традиционной технической мыслью тоже наверно как так же будет что касается производства которые условно либо нишевые либо типа сильных рутой хай-тек то перенос такого производства это первое сложный инвестиционный проект который нужно осуществлять условиях очень высокой вероятности продолжение роста процентных ставок и падение спроса второе это очень сложная логистическая и кадровая задача которую нужно решать в этих же условиях поэтому скорее всего перефразируя изречения из барона мюнхгаузена сначала планировали переезд потом покороны а потом решили объединить остается инфраструктура и и при угрозах банкротства буду сначала национализировать как юнипер сейчас а потом после приведения в порядок будут приватизировать специальным людям незадорого как в англии в 80-х и в ссср 90-х катастрофы европейских экономов экономик по всей видимости имеет очень высокую вероятность главная причина энергетический кризис причиной усиления и ускорения которого стал отказ от российских энергоносителей по всей видимости . невозврата в этом сценарии европы стал подрыв газопровода на мой взгляд то есть highly likely за подрывом газопровода в первую очередь торчат британские уши и дело это похоже было давно спланировано и утверждено по крайней мере в момент отжатия у франции в пользу британии заказов на подводной лодке ясно с этим наверное уже было скорее всего этот теракт был платой за передачу британии контрактов на подводной лодке и как бы создавал условия в которых франция получив энергокризис объективно не сможет выполнить контракт то есть по-видимому его передавали британии понимая что будут происходить такие в кавычках неожиданные форс-мажоры штраф франция при всем желании не сможет исполнить эти контракты ведь на их исполнение нужны терраватой если штаты были не в курсе этих британских игр то пожалуй им стоит напрячься тем что как тоже очень уверенно у всех возникло ощущение что именно штаты непосредственно стоят за подрывом труп воскресный теракт 13 ноября в стамбуле похоже тоже лежит в этой конве наиболее вероятна его цель мешать турции создавать газовый хаб чтобы с одной стороны по надежнее кирдыкнуть европу и потом со вкусом ее намазывать на бутерброд а с другой может быть это может быть британской игрой попытки оседлать ближний восток по поводу этого теракта на месте штатов я бы тоже напрягся а то как-то очень гладко вдруг стала их возможная причастность грыл взрыв взрыв в стамбуле несколько не слишком лениха британия бьется против того что ее ваукус изготовились взять наравне с новой зеландии того и гляди нато треснет а пока штаты будут соображать подчинять ее или нет местоначальника ваукусе может остаться за британией как это формально и есть сейчас китай при этом только кротко улыбнется его лицо станет опять не проницаемо закрутки игры вокруг газопроводов это не только для продажи спг это уже раздел мира на зоны влияния я согласен с михаилом казино что мир будет распадаться на валютный зон но именно контроль энергопоставок и их цен будет ключевым фактором разделения мира на эти зоны а география контроля поставок энергоносителей и установки их цен будет определять геометрию валютных зон примерно так же как это было в конце 19 века в конце 30-х годов и 70-х годов прошлого века требования россии оплаты энергоносителей в рублях это элемент создания собственной валютной рублевой зоны очевидно что разрушение что это разрушение зоны нефти доллара который до сегодняшнего дня был весь мир естественно естественно средства платежа в каждой энергетической зоне будет свое валюты зон будут плясать именно от расчетов за энергоносители естественно одной из главных функций будет способность поддерживать мягко выражаясь дисциплину платежей и не допускать на свою территорию детей лейтенантов шмидта так сказать нарушителей конвенции и тут англосаксонские аналитики и планировщики скорее всего облажались потому что комбинация из воровства российских резервов взрыва потоков попытки ограничить цены на на энергоносители и взрыва в стамбуле делает почти неизбежно добавление к опек плюс турции и какой-нибудь военной аббревиатуры другое дело что наверное оставление на счетах наживки в виде нескольких миллиардов скорее всего не следствие неосведомленности и беспечности цб россии а скорее всего наоборот как-то очень лихо доллар скукожился круглый в первые в первые же дни своего как будто кто-то заблаговременно заготовленный меч колоденец достал из-за пазухи арест резервов учитывался а может быть и более того входил в прогноз поведения противника военная составляющая в обособлении зон особенно на первых порах будет чуть ли не самый важный поскольку мятежные англосаксы через дети лейтенанта шмидта будут постоянно нарушать конвенцию то есть гадить по своему обыкновению поймите речь идет о разрушении конструкции нефти доллара которая 70-х годов с горем пополам затормозила коллапс финансовой системы запада лица штата это был главный гвоздь во всей финансовой матри модели империя доллара позволивший ей выгрести из кризиса 70-х отложив его до сегодняшних дней сейчас началось разрушение этой модели только вести расчеты за нефть в долларах западу уже недостаточно чтобы поддерживать этот уровень жизни и потребления которому отрывок нефть газ и сырье ему нужно теперь за даром подачу владимира владимировича про газовый хаб риджеп таикыч понял мгновенно поэтому думал он ровно столько сколько нужно для понимания того что можно делать с фикселями берлин и париж энерго и кивка в знак согласия в решении армяно-азербайджанского конфликта это кстати тоже попытка удара не только по коридору север-юг но и по газовому хабу турции роль англосаксов в этой истории стоит другой стороны там понятно гори гори ясно когда любитель трех ходовок играет с гроссмейстера него достаточно ошибиться на втором или третьем ходе чужая комбинация и к восьмому ходу он с неизбежностью получит мат примерно это и происходит западом года где-то наверно с 12 с 13 евразийская экономическая зона и мусульманский ближний восток начинает реализовывать разработанную совместно с россией программу вывода мира из глобального экономического кризиса и переходу в новую техно энергетическую эпоху но делают это пока тихо без помпы масштаб и значимость этой программы сопоставимы с освоением земледелия что постепенно дало человечеству способность услышать пророков пророки приходят только тогда когда есть те кто их может услышать масштаб развивающегося сейчас кризиса именно такой какой был в конце медного века или первые века нашей то есть кризис поздней античности кризис первых веков нашей эры по объективным показателям был преодолен только конце восемнадцатого начале девятнадцатого века самые яркие показатели античного мира которые были вновь преодолены и достигнуты всего 200 250 лет назад это размер флота на среднем на средиземном море наличие канализации водопровода и средние калорийность питания и продолжительность жизни в определенном смысле сейчас ситуация схожа с кризисом начавшимся в первого века н.э. по крайней мере причина абсолютно та же исчерпание пределов развития техно энергетической эпохи явление пророков иисуса магомета и будды было попыткой проведения удержать человечество от полной деградации и полной утраты цивилизации условиях начала развивающегося развивающегося сейчас цивилизационного кризиса россия во говоря с нашим президентом предлагает миру путь и образ будущего которые позволят избежать нового полутора тысячелетнего тени в темновековья дальше мы с вами как и прежде на нашем канале будем разбирать анализировать и делать прогнозы развития событий рынка но параллельно покажем на штаб и действительные причины развивающегося мирового кризиса потому что только после выяснения его настоящих причин можно правильно понять и воспринять экономическую часть программы нашего президента по предотвращению мирового мировой экономической катастрофы программа россии имеет абсолютно ясную объективную научно-техническую основу фактически выражаешь и выражаясь инженерным языком экономическая часть нашей программы это техника экономическое обоснование преодоления глобального мирового кризиса и то о чем мы будем говорить про это о чем мы будем говорить параллельно с анализом рынка противоположностью нашей программы то есть пути раскрытия новых потенциалов и творческих возможностей человечества предлагаемого россии является догматика торможения ограничения измененной нищеты наиболее полно она представлена швабом а в упрощенной форме виде лолунгов и пропаганды для наиболее не образованной части молодежи она представлена гретой тундой суть этого предложения рубить косты и сокращать население рубить косты на сленге экономикса это сокращать издержки в данном случае это сокращать издержки на население для этого вводится автоматизация искусственного отбора людей с целью выведения специальной породы служебного человека неприхотимого управляемого лайком или пинком или имплантом ростом небольшим с крупную собаку умственные способности и потребности примерно как у бубуина это легко достигается веганство сыроедением и тектонизации сознания веганство в течение одного-двух поколений приведет к врожденной микроцефалии мозга и закрепиться генетически микроцефалия это размер мозга до килограмма полтора раза меньше чем среднего человека это вещь биологически доказаны что вот такой рацион питания он приводит к микро то есть увеличению вероятности микроцефалии ну при зачатии рождение ребенка единственная цель служебного человека быть полезным сетевому хозяину соответствует набору жестких правил и иногда есть недорогую рзац еду и быстренько умереть как только он станет недостаточно экономически эффективен его размножение контролирует строгий будет контролировать строгий селекционер непригодных к размножению переводят в разряд лгбт заметьте эскалации на украине на украинском направлении и превращение его в театр военных действий резко усилилась весной 2021 года это произошло сразу после заявления нашего президента давосе о том что у нас есть альтернативный плат план по выходу из назревающего глобального кризиса владимир владимирович даже предложил желающим обсудить его наши программы есть четкая техно экономическая основа в дальнейшем мы будем с ней знакомиться и покажем направление ее развертывание и победы в ответ на наше предложение западу мы мгновенно получили военно-политические провокации приведшие к слову на украине конфликт на украине это война запада против программы россии по выводу мира из кризиса техно энергетической эпохи транснационалы глобализаторы реализуют свой сценарий сценарий монополизации сокращение сдержек и сдержками в этом случае являемся мы с вами наши дети наши внуки большая часть мира поскольку именно она подлежит оптимизации против этого сценария мотивы у всех разные но суть одна никому не хочется отдать свою свободу и мечты превратиться в новых рабов цифрового надзора и контроля и лишить настоящего творческого будущего своих детей и внуков поэтому свой на украине это ни в коем случае не война с украинским народом это даже не совсем война с западом это в прямом смысле наша битва с фашист вующими транснационалами глобалистами за выбор совершенно конкретных сценариев развития будущего планета как как минимум на ближайшие столетия а то и на тысячелетия это битва нашего проекта будущего который позволит избирать темных веков в развитии человечества убрать межнациональные межрелигиозные разногласия расширить дорогу человечества в космос и глубины океана цель нашего проекта еще шури еще шире на научной основе раскрыть творческий и соседательный потенциал человечества нам противостоит проект подразумевающий уничтожение большей части человечества и обрушение остальное участие лучших случаев средневековья это реальная без битва русского мира с настоящим вселенским злом за будущее человечество кадыров как и положено войну сказал коротко и ясно это битва с шайтанами и это для русского мира привычная и понятная как минимум за последние тысячу лет задача слова русский я здесь употребил именно в том смысле в каком сталин после великой победы сильным грузинским акцентом сказал я русский а наш президент на награждение героев из героев из его сказал я лакец я дагестанец я чеченец я ингуш я русский я татарин еврей мордвин осетин русский это не название национальности и даже не название нации это общность разных народов это наш общий код готовности плечом к плечу встать вместе на защиту нашего дома вера какой бы она ни было и наших ценностей русский это гораздо шире православие или славянство это единственная в мире общность которая обозначается не существительным а прилагательным то есть отвечает не на вопрос кто ты а на вопрос какой это потому что русский мир если кем с кем-то и говорит он сразу считает что ты человек в первую очередь ему только интересно а какой-то человек поэтому русский лакец руки русский дагестанец русский татарин русский чеченец или русский немец это не про то кто ты или чей ты а это о том сколько нас самых разных встала вставала раньше и стала сейчас друг друг за друга такие утверждения не могут быть следствием абстрактных размышлений или терроризирование блогеров вроде меня они пишутся только кровью и рождаются тогда когда смерть советчик они рождаются тогда когда сидящий во время бою в мариуполе в подвале люди услышав сверху аллах акбар сказали слава богу русские пришли поэтому русский чеченец русский еврей русский якут еще 300 национальности это про плечо друга и про прикрытую спину и про то что мы разные очень разные дополняя друг друга увеличиваем нашу силу мы разные но победу у нас одна на всех а еще аллах акбар и ответное слава богу про то что на самом деле бог едим своих различных проявлениях и путь выхода из глобально и путь выхода из глобального мирового кризиса предлагаемый наш общей россии и нашим президентом это еще и путь углубления межконфессионального братства и превращение спора в дискуссию тему экономической основы программы президента по выходу мира из глобального кризиса мы будем смотреть параллельно с рынками а в следующем ролике мы посмотрим на то как последовательность описанных лучше политических событий отражалась на динамике золотом доллара последние несколько десятилетий и обновим долгосрочные на 15-20 лет сценарий прогноза по золоту ролик этот выйдет через несколько дней на этом разрешите откланяться и пожелать вам здоровья спокойствия и ясности до следующего ролика друзья а